Весной 2019 года российский офис марки Hyundai и центр Сколково создали подразделение Hyundai Mobility Lab, что создает IT-решение для подписки на автомобили. А затем стартовала одноименная программа долгосрочной аренды. В отличие от каршеринга, где основной формат – поминутная тарификация, подписка подразумевает аренду на срок от 1 суток до 12 месяцев. Этой осенью портфолио моделей Hyundai, что можно взять по подписке, пополнилась компактным седаном Elantra нового поколения. Предложение действительно для тарифа Freedom, что подразумевает пользование машиной в течение года. Впрочем, в ближайшем времени такая возможность появится и в других действующих тарифах сервиса – Country и Travel, со сроками до месяца и на месяц соответственно. Таким образом, Elantra станет седьмым автомобилем марки Hyundai в подписной линейке Hyundai Mobility. Это значит, что сегодня сервис готов предложить практически весь текущий модельный ряд в аренду на разные сроки. Что касается конкретно Elantra, то для подписки доступна версия со 150-сильным двухлитровым двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой. В перечень полезных опций машины включены 8-дюймовый экран медиасистемы, камеры заднего вида, датчики парковки, беспроводное зарядное устройство, подогрев всех сидений и многое другое. Пользователи смогут выбрать любой вариант из 9 возможных цветов экстерьера и 3 оттенков интерьера. Как и в других автомобилях Hyundai Mobility, в седане будут работать система бесключевого доступа и удаленный запуск двигателя. Оформить подписку на актуальную новинку клиенты могут по годовому тарифу Freedom по цене 33 900 или 38 900 рублей. Размер ежемесячного платежа зависит от выбранного ежемесячного пробега – тысяча или две с половиной тысячи километров. Между тем, глобальное подорожание на автомобильном рынке отбивает желание приобретать новую машину. Зато резко вырос спрос на услуги каршеринга и аренды. Так, в летние месяцы популярность автопроката выросла на 60%. Подсчитал международный маркетплейс аренды автомобилей Get Rent Car. Похожая ситуация и с каршерингом. По данным делимобиля, в этом году число коротких поездок увеличилось на те же самые 60%.